Вот и настал этот очень печальный день, когда киноликбез, который вошел уже в привычку у наших зрителей и у нас заканчивается. Заканчивается он, конечно, светло и празднично, как оптимистическая трагедия. Осталось посмотреть меньше четверти фестивальной программы, хотя сегодня будет и полнометражный фильм. Его особенно хотелось бы как раз представить нашему зрителю. Это своего рода кемеровский зоб, адаптированный, о людях, которые адаптировались к реальности, но спрашивается, какой ценой. Вот это вы узнаете, посмотрев эту картину. Очень необычный по форме и по содержанию ее представят наши живые авторы, приехавшие специально на машине из Кемерово. Мы еще посмотрим, конечно же, очень много короткого метра. Вот, собственно говоря, все остальное прочее практически. Это просто короткий метр. Мультипликация у нас уже закончилась. А среди этого короткого метра есть тематический блок. Особенно интересен это кино о кино. Как снимают кино и люди, которые делают независимый кинематограф, и те, которые уже готовы продаться, но их пока не берут, и те, которые между одним и другим стулом еще выбирают. Разные-разные варианты того, как и что тоже, какую цену люди платят за это счастье быть в кино. А потом пойдут серьезные драмы. Драмы такие, как «По уши в песке», например, или «Невидимые миры слезы» по Чехову, или «Норма жизни», связанные с тем, что человек в жизни своей в итоге, опять же, может быть, приходит к какому-то финальному выбору роковому совершенно для себя, или, может быть, просто даже к концу жизни. Фильмы, которые заставляют задуматься о вечном, как и весь киноликвез. Ну и, наконец, когда все это пройдет, и когда зрители устанут от огромного совершенно объема просмотренных фильмов, в каждом из них своя история, тогда мы, наконец, начнем вручать наши золотых и серебряных жанлюков самым достойным. Очень много претендентов на этот раз приехали вживую. Интересно, уедут ли они без наград. «Мы очень рады, что приехали на киноликвез. Всегда приятно выбираться в другой город со своей работой. Организаторы просто молодцы, и то, что сделали это дело, сделали этот фестиваль, и их отношение как к видео, так и к авторам, оно просто…» «Оно очень теплое». «Вот, хорошо». «Барнаул» мы, к сожалению, не успели посмотреть, потому что дни фестиваля, они очень насыщенные своей программой, и просто гулять по городу нет времени. Очень много фильмов, и, к счастью, они в большинстве своем хорошие, смотрибельные и крепкие. Крепкие. Да, очень большая неожиданность, я бы сказал так, от посещения этого фестиваля, поскольку мы не представляли, что здесь будет, как это будет организовано. Сам формат был ясен, более-менее, да. Но, когда приехали сюда, когда вот мы не сначала, так уж получилось, что не сначала присутствовали и не всю программу могли наблюдать, но вот как-то сразу влились, сразу все стало понятно, нас очень тепло встретили, объяснили, что к чему, да и объяснять толком-то и не надо было. В общем, все прозрачно, все душевно. Качество организации, да, мы были на нескольких таких смотрах, да, в том числе на нашем региональном, который вот в Кемерово, он имеет статус также международного, насколько я помню. Вот, то есть есть чем сравнивать и, ну, да, из ближнего зарубежья в основном, ну, как и здесь, собственно говоря. Ну, здесь еще европейские работы есть, у нас, по-моему, они славно представлены. Да, вот, то есть качественный такой скачок, ну, вот, если сравнивать два фестиваля, наш кемеровский и барнаульский, то есть тут пальма первенства явно остается за Барнаулом, это очень приятно признавать, то есть мы бы хотели, чтобы наши организаторы тоже здесь побывали, те, кто отвечает за все, что там связано, да, с кинопроцессом в Кемерове, и сделали так, чтобы у нас было все красиво и вот так же тепло и добролюбно. Не устаю повторять, что особенность фестиваля киноликбез должна быть, а эта особенность, это вот ликбезовские традиции, это такой наш провинциальный, я, может быть, скажу даже и сибирский, тут надо особо сказать, авангардизм. И на этом фестивале всегда мне нравятся фильмы, которые печатью этого нашего сибирского авангардизма отмечены. Почему бы и нет? Был же вот сибирский панк, да, где-то остается, почему бы не быть сибирскому авангардизму. И, конечно, сегодня это фильм влияния, рубцовский фильм, где дело происходит в самой себе обычной, типовой рубцовской квартире, с таким, с тем, что называют ремонт, так, полуевроремонт, с пластиковыми окунами, там все с дешевыми дверями, все сделано по-простецки. И вот неожиданно в этот самый уют, действительно уют, простой рубцовской, хрущевской квартире вторгается нечто непонятное, вторгается какое-то демоническое начало, вторгаются какие-то вампиры, не вампиры, но темные силы. И вот это действительно интересно. Ну, простые приемы, они должны быть простые. Мораль элементарная, она должна быть моралью именно такой. Поэтому влияние рубцовский фильм мне сегодня действительно сильно-сильно понравилось. Итак, у нас есть и золотые, и серебряные жанрюки. Они различаются чем? Конечно, составом благородного металла. Они сделаны из цельного чистого золота, либо серебра. Впрочем, вряд ли вы будете их продавать через интернет, поэтому это не так существенно. Поскольку все призы означают собой единицу, напомню, Годара, в наличии гениальности в каком-либо продукте творческом вашем, то соответственные формулировки у них тоже Годаровские. Каждый наш спецперист вручается, наверное, по названию фильма Годара и в высоту идеологии Годаровской. И поэтому первый... Сейчас будет доволен Алексей Пряхин. Приз «Серебряный Жан-Люк» фильм «Социализм» за правильный пафос получает Вениамин Тронин за фильм «Очак». Ну, поскольку режиссера нет, мы его откладываем до возможности переселки, пока вы дали. Приз «Серебряный Жан-Люк» хвала любви. Так, Алёна, а ты под этим будешь получать за романтическое кино? Да. За него пришли, хотите? Давай, внимательно. А стюардесса не будет получать? Приз «Серебряный Жан-Люк» хвала любви за романтическое кино вручается Евгению Татарову, режиссеру фильма «Нарисованная птица». Катя, поставь на парад. Следующий приз ты будешь в Германию отправлять, потому что стюардесса. Вперёд? Да, да, да. Серьёзно? Слышно. Так, вот этот приз был лоббирован очень удачно лично мною, потому что мне фильм очень понравился. Там как-то так аутентичненько всё было. и картинка, и лица, и Достоевский, и немецкий язык. Так что приз «Серебряный Жан-Люк» «Весёлая наука за умное кино» получает Эл Эрсбурн, Дольчланд, за фильм «У наших». Уганны фантастич! Приз «Серебряный Жан-Люк» «Жить своей жизнью» за жизнью подтверждающее кино. Оцените, Каламбур. Вручается Вячеславу Кириллову, режиссёру фильма «Зомбокалипсис» за жизнь подтверждающее кино. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Крутые люди – это сценаристы. Авторы идей, я бы сказала. Ну, и авторы идей. Ну, и там, насколько я знаю… Или безумные авторы безумных. Очень трудно стать… Нет. Чтобы стать… Чтобы написать сценарий, нужно быть там членом гильзи сценаристов, чтобы быть… В общем, что-то… Это так же почти, как у нас. Чтобы получить работу, надо иметь прописку, а чтобы иметь прописку… И вот так. Ну, ладно, это так. Прямо совершенно дурацко. Итак. Приз «Серебряный Жан-Люк. Сила слова» за лучший сюжет. Вручается Михаилу Бондаренко за фильм «Адаптированные». Ну, в этой песне нужно было передуматься, прежде всего. Я растерян. Спасибо. Спасибо вам, на самом деле, за фестиваль. Как-то позвонили. Узнали, может быть. Год бы ездили. Есть чем. Ну, надеюсь, на сегодняшний день. You are welcome. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот этот приз намерен вручить лично член нашего жюри Михаил Вячеславович Гундарин. Приз «Серебряный Жан-Люк. Новая волна» за новаторское кино вручается Георгию Парфененко за фильм «Влияние». АПЛОДИСМЕНТЫ Вы знаете, я был в Рубцовске, по-моему, два раза. И у вас очень точная в кино картина вашего города. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, мне наконец дали за что-то новое награду на «Кеноликбез». Ну, спасибо. Я хотел бы сказать, что Георгий развивается вот именно в том направлении, в каком развивается фестиваль «Кеноликбез». Идеологически и идейно. Вот это хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я бы еще добавила, что Георгий, смотря ваш фильм, я не видела начальных титров, были они или нет. Ну, то есть я смотрела, не зная, что это ваш фильм, и даже мне в голову не пришло, что это ваш фильм. Нет, ну, нет, наоборот, наоборот, нет, наоборот. Приз «Серебряный Жан-Люк. Особая банда» за необычное кино вручается Алексею Пряхину за фильм «Мой завтрак». АПЛОДИСМЕНТЫ Снимайте ваши завтрак и в философском аспекте, и будет вам счастье. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, не знаю, что сказать. Большое спасибо. Очень порадон. Вы можете сказать, я киплю! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, у нас кончились «Серебряные Жан-Люки». Дальше либо золото, либо ничего. Это «Орлянка». Русская рулетка. Барнаульская рулетка. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, я думаю, против этого приза никто не будет возражать, потому что зрители, ну, насколько я слышала и видела, и так далее, они были единодушны в оценке этого фильма. Итак, в приз «Золотой Жан-Люк» победителю в номинации «Документальное кино» достается Светлане Сегалаевой, режиссёру фильма «Кардо». В гости в Россию! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БОСМЕНТЫ Спасибо вам, спасибо Китлик Безу. И Богу. Я обязательно буду участвовать в следующем году. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фильм, который вызвал у меня, честно говоря, Я такой легкий нервный срыг, я его оцениваю отлично, он вообще в эстетике киноликбеза, без вопросов. Мои нервы, мои нервы. Приз «Золотой Жан-Люк» победителю в категории анимации вручается Саше Свирскому за фильм «Муравьиные песни». Приз «Золотой Жан-Люк», большое спасибо. Это было. Удачи вам. Это человек у нас... А, собственно, нет, нет, еще рано. Это вот один из самых главных, последних призов. Мы будем вручать в порядке вот такого возрастания, что ли, ажиотажа. Ну вот этот, ладно. Да, вот этот. А вот этот можно. Приз «Золотой Жан-Люк» победителю в категории полнометражное игровое кино получает... Адельхан Ержанов! Затем из правительства, раздайте, получите, пожалуйста. Давайте, пожалуйста, приступим на нам Казахстана, получит передам под расписку. Давайте. Жан-Люка и диплом. И поцелуйте из нас. Ну да, я думаю. Да. Очень так долго-долгими майскими вечерами мечтал Иван Образцов и пытался подкупать жюри. Ну, пока так просто так виртуально и всяко-разно. Нейролингвистическое программирование не удалось. Итак, приз «Золотой Жан-Люк» победителю в номинации «Киноэссе» мы вручаем Евгению Лумпову, режиссеру фильма «Золотые»! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сбылись ли ваши ожидания? Относительно приза? Вообще. Нет, у меня сбылись мои ожидания относительно фестиваля. Во-первых, мы получили колоссальную поддержку. Во-вторых, мы получили обалденный опыт. И, наверное, что самое главное, мы получили, наконец, тот жанр, в котором нам наиболее комфортно существовать. Спасибо вам. А вот у нас у них есть, да? Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, давай я прострел. Хорошо. Мы считали сейчас только что последнюю порцию призрецких симпатий. Там не добрали до того потолка рекордного, который был в прошлые дни зафиксирован. Это как в фигурном катании. Ты катаешься 25-й, но уже все, к сожалению, закончилось. И здесь произошло точно такое же катание, а победителем стал? Победителем стали авторы... А, в общем, я считаю... Да, я, кстати, хочу сказать победителям, тем, кто еще не будет, что вот эта подпись Сергея Кудрявцева, первая, это не подделка, это не фейк, это настоящая подпись, посланная ему. То есть он осматривал все фильмы у себя в Москве, поскольку он опоздал на самолет, но все-таки он как бы был председателем нашего жюри, и он смотрел все фильмы, он честно голосовал, и, в общем, мы с ним, с его мнением тоже считались при обсуждении, так что вот эта подлинная подпись Сергея Валентиновича Кудрявцева. Золотой Жанлюк, приз зрительских симпатий получают сестры, видимо, Марина и Татьяна Моршкова за фильм «Провода» анимация. Аплодисменты. Приз этот человек получал у нас уже серебряного Жанлюка в прошлом году, если я не ошибаюсь. Приз «Золотой Жанлюк» победителю в категории короткометражное игровое кино вручается Сергею Циссу, режиссеру фильма «Робокролик». АПЛОДИСМЕНТЫ А вы его знаете? Ну, познакомьтесь. А теперь я скажу. Все члены жюри, которых, вот вы видите, 4 плюс 1, 5 человек, сошлись в определение главного приза нашего фестиваля. Это Гран-при фестиваля Алькина Ликбез. Абсолютный победитель всех номинаций. Фильм, который превзошел все другие фильмы, как бы они, какой бы жанровой номинацией не были представлены. Итак, это Гран-при Киноликбеза абсолютному победителю фестиваля вручается Дмитрию Майорову, режиссеру фильма «Робокролик» АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо сказать, ничего не сказать. На самом деле, слегка шокирован, потому что я посмотрел из той программы, которую я видел, для меня лично были фильмы, которые мне казались очень сильными. И здесь я рад, что вы оценили. Это действительно бесспорно огромная радость для меня и для всей съемочной команды, потому что все, кто здесь присутствует, так или иначе знают, что это такое. Как в последнем фильме, там сегодня было продемонстрировано снимать без всего, только с какой-то странной надеждой на непонятный какой-то отклик. И вот вдруг он приходит. Это замечательно, я думаю, наконец-то все скажут, что все на свете было не зря. На самом деле, помимо всего этого, я присоединяюсь к мнению Жени, я не ожидал, что этот фестиваль окажется таким. Когда я ехал, я немножко, честно говоря, так как-то настороженно относился. Сама форма, кинолюбе, с флаги я увидел, думаю, наверное, как-то все это будет непонятно. Вот приехал, меня заселили к Вячеславу отдохнуть немножко. Я вот как в этом фильме тоже подумал, может, сейчас там в холодильнике голова отрезана, проверил. Ничего этого не было. И вот я скажу, что за время, пока я был в Барнауле на фестивале, я почувствовал, что товарищи идут очень правильной дорогой. И что вот то безумие, которое я уловил, оно осталось. И я за то, чтобы оно продолжалось, потому что это творческое безумие, без которого оно, собственно, невозможно. Вот. Дмитрий, вот есть правила, каждый режиссер из другого города потом привозит другого режиссера из этого же города на столичке на Литбасе. Ну, он не в холодильнике. Ладно, я передам эстетную палочку. Хорошо, спасибо вам всем огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Еще раз, если не удастся, пока еще чуть-чуть времени... Нет, мне позвонили, сказали... Хорошо, все. Ну, тем не менее. Каждый шлен-шерист скажет свое в итоге быстренько мнение, осуждение, фестиваль. Все. Несколько раз. Итак, экспресс. Два слова. Киноликбез в течение времени становится все более и более настоящим. И вырастает из какой-то задеи-энтузиастов во что-то большее, во что большее пока непонятно. Но мы, члены жюри, это чувствуем. Я думаю, чувствуете и вы, что это оформление идет. Может быть, это Годзилла скоро шагнет совсем далеко. Уважаемые зрители, друзья, коллеги. Мы провели четыре волшебных дня прекрасной кампании. За эти четыре дня мы узнали о жизни кое-что новое. За эти четыре дня мы приумножили немного культуру нашего города, нашего сибирского региона. Мне кажется, в этом как раз есть одна из задач фестиваля. То есть, приумножать культуру здесь и сейчас. Поэтому он выгодно отличается от Каннского фестиваля, который параллельно проходит клуб. А, кстати говоря, никогда не был в городе Канн. Вполне возможно, что его и не существует. Это просто пропагандистский профессиональный фестиваль. Я хочу сказать тем, кто, может быть, не заметил, хотя, надеюсь, что заметили все, что... Ну, кстати, вот сегодня мы, выбирая лауреатов и победителей, мы практически... Ну, мы сходились просто во мнении, потому что мы шли вот... Мы всегда на одной волне. И я хочу сказать, что выбирая победителей, мы руководствуемся не только, ну, хотя, конечно же, да, и там, и художественным... Каким-то качеством фильма и все такое, и все-все-все-все-все-все. Но он должен быть еще и созвучен, собственно, концепцией главной киноликбеза. Вот все сегодня выбранные фильмы, они просто, они наши, да? Они наши. И то, что победил фильм Дмитрия Майорова, это просто, ну, это вообще без вопросов. Это просто можно вот, не знаю, вместо флага вот так. Ну, когда уже сделают такие флаги, которые... Идешь, а тут фильм показывают. Мы будем ходить с фильмом Дмитрия Майорова, и будет понятно, что идет киноликбез. Спасибо вам большое за то, что ходили. И очень приятно, что, несмотря на отдаленность вот этого места, как-то так публика всегда была, и публика всегда была хороша. Были ли это всегда власы и старцы, или вы ее не индивидуал? А, кстати, мы вручили приз ритских... Нет, да, да. Приз лучшему зрителю, как я и анонсировал в самом начале фестиваля, Вадиму Вестингаузену, который, если вы видели сайт киноликбеза, вдруг неожиданно стал писать такие классные отчеты, искусствовед. И поэтому он еще про этот день написал, и про весь фестиваль напишет, и за эту литературную, творческую поддержку фестиваля мы ему вручили приз, но он уже торопился на электричку, и я это сделал в музее киноликбеза. Это еще один Жан-Люк, которого, конечно, никогда на других фестивалях не бывает, приз зритель. Мы вас не обманули. Можете, я за вас ищу. Это была завершающая церемония фестиваля киноликбез. Эти маньяки, победители фестиваля киноликбез, лауреаты и организаторы. Это организованная фестумия, закончившаяся на холодном ветру. Встретимся через год на новом фестивале киноликбез. Киноликбез!